Самое крупное уголовное дело в истории Азербайджана. По совокупности лет – 270 лет лишения свободы. 17 человек, обвиняемых по более чем 20 статьям Уголовного кодекса. Около 100 отклоненных ходатайств, поданных адвокатами. Объявленный Ильхамом Алиевым год исламской солидарности вынесены приговоры сроком от 10 лет религиозным лидерам, арестованным во время нардаранских событий. Талех Багирзаде – 20 лет. Аббас Хусейн – 20 лет. Фуат Гахраманлы – 10 лет. Джабар Джабаров – 19 лет. Расим Джабраилов – 17 лет. Остальным 12 лицам – 14,5 лет каждому. Еще не достигшего совершеннолетия на момент задержания Рамина Ярыева приговорили к 10 годам. Первые 5-7 лет своего срока Талех Багирзаде, Аббас Хусейн и Джабар Джабаров проведут в режиме закрытого тюремного заключения. Нардаран – поселок, большинство жителей которого верующие. В отличие от других населенных пунктов Баку, здесь не встречались плакаты, цитаты главы государства Ильхама Алиева или бывшего президента Гейдара Алиева. Кроме того, в поселке не было отделения полиции. Нардаранцы всегда жаловались, что правительство подвергает их дискриминации. При подаче заявки на работу или получении кредита в банке им отказывали, как только видели из их удостоверения личности, что они являются жителями Нардарана. После операции в Нардаране было создано отделение полиции номер 42. Операция в Нардаране началась 26 ноября 2015 года. Жители деревни содрогнулись от звуков выстрелов накануне годовщины 40 дней со дня гибели имама Хусейна. Приглашенный за несколько дней до этого в деревню председатель движения «Мусульманское единство» Талех Багирзаде проводил проповедь и читал молитву в доме Абульфаза Буньядова. Жители говорят, что во время молитвы из мебельной фуры выскочили вооруженные люди в черных масках и ворвались в этот дом. В результате стрельбы в доме погибли двое полицейских и четверо гражданских лиц. Более 60 человек были задержаны. В совместном заявлении Министерства внутренних дел, Министерства национальной безопасности и Генеральной прокуратуры говорится, что с места происшествия было изъято большое количество оружия. Но оперативной съемки нет. Двое из четырех убитых жителей Нардарана были двоюродными братьями Абульфаза Буньядова, Рафаэл и Фраил Буньядова. В своих показаниях на суде Талех Багерзаде рассказал, что Фраил Буньядов был арестован вместе с ними. Однако, пока их везли из дома в Главное управление по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел, полицейские били их по голове прикладами автоматов, вследствие чего они умерли. Сам он был парализован, получив огнестрельное ранение. 20 декабря 2016 года его арест был отменен, но следственный орган перевел его под наблюдение полиции. Его судебное разбирательство продолжается по делу Нардаран-4. По словам Буньядова, ни у кого из собравшихся в доме оружия не было. Субтитры создавал DimaTorz Здесь экспертиза и опыта ли нарушение нет ни окумбары нахватываться. Вы окумбары нахватывали, и окумбары нахватывали, и окумбары нахватывали, почему окумбары нахватывали второй человек. 16 лиц из 17 обвиняемых по Нардаранскому делу обвинили в преднамеренном убийстве, незаконном приобретении огнестрельного оружия, ношении оружия и по другим статьям. Обвиняемые, а также большинство свидетелей на суде заявили, что их подвергали пыткам и заставили подписаться под подготовленными текстами. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует в следующий год в очереди. Именно так описывает судебный процесс Ялчин Иманов, адвокат пятерых изобвиняемых в нардоранском деле. Ни одно изобвинение в суде доказано не было. 20-ден чок Ценат Мэцелеси'н әрмотләләрді иктом рәе сөлләр ва шэхслар барасинда өмір-яцарыхдан мәрмит мәкеме чықарылмар. Бу, артиқ, бу веяя, дегер шэклдэ Ирана сүрюмш иктомын тәстігі олмадыгы ва ими шэхслар тәрэфиндэн төрәделмәдігіни тәстігі иди. Бу işтə total qanun pozuntuları oldu. Əввала, bunlar həbs olunarkən dəhşətli işgəncəyə məruz qalabılar. Başqa siyasi işlərdə, xüsusən siyasi fəalların həbs olunmasında işgəncə faktörü var idi, amma bu dərəcədə olmuyor. Mən indiyə qədər çıxdığım işlərdə ən dəhşətli işgəncələri məhz bu işin ardalan içində görmüşəm. Döylərə öldürülən şəxslər, burnu sındırılan, beli sındırılmasına cəhd olunan ve bəcək güləyərası alanlar, hətta xəsxanada əlgandalı saxlanlar. Dəhşətli işgəncələr olub. Na provədənm v 2016-mə gədələri mənişsəniyi министр внутренних дел, Рамиль Усubov, заявil, имея в виду арестованных нардараньих лиц, что лица, пропагандировавшие под прикрытием религии радикализм, фанатизм, дискриминацию и противостояние в обществе, были обезврежены. По словам Абульфаза Бунядова, они исполняли религиозные обряды и не занимались радикализмом. У них также не было намерений создать религиозное государство. Он хочет, чтобы в стране была демократия, но, по его словам, сотрудники правоохранительных органов не оставили его в покое. Международная Организация по защите прав человека Amnesty International опубликовала заявление, в котором содержится призыв к властям Азербайджана провести расследование нарушения прав Талиха Багерзаде и других 17 лиц на справедливое судебное разбирательство, а также их жалоб о пытках. Организация заявила, что показания, полученные под пыткой, не могут рассматриваться как доказательства, и эти лица должны быть освобождены. По мнению адвоката, Талих Багерзаде, которого он защищает, был арестован за критику властей. Адвокат Ялчин Иманов подчеркивает, что у обвиняемых были нарушены следующие права. Право не подвергаться пыткам, унижающим человеческое достоинство и жестокому обращению. Право на презумпцию невиновности. Право на справедливое судебное разбирательство. Право на свободу выражения. Свобода собраний. Право на свободу ассоциации. Право на жизнь. Право на свободу совести. По словам Абульфаза Буньядова, на ордоранском деле есть много нераскрытых моментов. Но их не раскрывают, потому что в стране нет справедливой судебной системы.